Итак, всем привет, с вами Дубгай, и мы продолжаем играть за Грецию в Кайзершинзу. Мы смогли победить в Болгарию, и теперь нам нужно думать о наших будущих путях расширения. Скорее всего, это будет в Османскую перьбу, потому что мы очень быстро можем, на самом деле, начать здесь войну, нам не нужно каких-то долгофокусов держать, кб делать. В принципе, у нас есть вариант еще поделать кб на какую-то Албанию, потом Болгарию, икс есть. Но посмотрим. Я думаю, все-таки, наверное, и, наверное, мы будем цариться в Османа. Если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь. А мы начинаем. Консерваторы объединяют Россию уже. Блин, это было достаточно быстро, я вам скажу. Прямо, походу, они что-то приснилились от Росавор, или что? Непонятно, но это выглядит так. Интересно, они очень быстро объединились. Россия, наверное, будет сильной в этой игре. Ну, да, я думаю, давайте уже пойдем в Древнюю Славу. Типа, что сильно ждать? Это все нам нужно будет попозже. Время войны можно будет всякие фокусы нажимать. Но уже можно будет начать воевать. И вот мы доделываем, наконец-таки, наши дивизии. Вот так вот они у нас будут выглядеть. В принципе, классика, ничего нового. Итак, национальное возрождение даст нам 12 еще факторов военнообязанного населения, что, кстати говоря, очень много. У нас, видите, этих факторов очень много. Классно. Атака и защита плюсит на национальных территориях. Ну, в курсе остальные 5 и так чисто плюс-минус полезно. И вот здесь вот у нас, кстати говоря, какие-то территории являются. Блин, у нас претензии. Это претензии не совсем национальные, по-моему. Так что, да. Вот это, допустим, да, это национальное. Потому что где-то мы за что-то будем иметь этот баф, где-то не будем. Но в целом, я думаю, мы так или иначе будем просто сильнее чисто по статам. Вот на возрождение нации. Демократия подвела Грецию. Да-да. Если она была спасена сама от себя, нужно родить новое государство к древним эллинам, которые восходят. Так и есть. У нас можно поставить пейную кнопку и 2500 винтовок, все говорят, нам дадут. Кайф. Или начать с расширительного призыва. Вообще-вообще. Кстати говоря. Давайте, наверное, сначала расширенный призыв поставим. Нам бы подмобилизовать, да, побольше населения было бы полезно. Пока она будет мобилизоваться, будем делать другие фокусы и достраивать себе как раз-таки армию. Сербис приближается с Россией. Мы пойдем со своей дорогой тогда, да. Мы не будем вступать в российскую сферу. И ура, первые наши греческие самолеты, конечно, пока что без нормальных техов. То есть так чисто, не знаю, картонный самолетик с микро-пулеметиками. Но микро-пулеметик уже имеет 28 атаки. Так что в целом они будут полезны, конечно же. Самое главное эффективность, будем набивать. Нет, России нельзя доверять. Мы будем сами устанавливать Рим, так сказать. Блин, а вот видите, тот цапак взял и перешел в евразийский блок, в Белградский пакт. Это не сильно позитивно для нас. Значит, нам побыстрее стоит разобраться с Албанией и Болгарией сами. Ну, я думаю, справимся. Так, культура боя у нас. О-о-о, беженедельные рельсские ресурсы, 3-1000, а военопязанная плюс 5, минус 5 ТНП, плюс 5 атаки, плюс 5 защиты, минус 10 объемов всего лишь. Рим, тропка, скорость, планирую. Господи, сколько здесь бафов. И какая есть у нас альтернатива? Нианическая гвардия, плюс 5 нас опыта организации, минус военный. Господи, да не. Да, конечно, тут 15 атаки, 15 защиты, господи, это, конечно, супер жестко. Но 10 атаки защиты обменивать на 5 ТНП, 5 военобязанного и 1000 людских ресурсов, время подготовки 25, знаете говоря, и скорость пополнения, это все тоже очень полезно. Здесь, конечно, скорость пополнения больше, но все равно. Вот это вот время подготовки будет быстрее нам качать опыт дивизии. Ну и самое главное, как я и сказал, нам нужны людские ресурсы. 100% фундира первая. Это все еще очень-очень сильные бафы. Купи с нашими вот этими, вот этими бафами, вот этими бафами, вот этими бафами, которые здесь у нас имеются, вот этим. У нас супер много бафов. Это я люблю, это нам надо. Давайте-ка доделаем еще, наверное, вот это, военную экономику, винтовочки, получим себе. И после этого уже будем обмелять войну османам. Мы на самом деле реально уже сильнее османов. У них, конечно, уже армия была какая-то насобрана, но мы эти ресурсы, я думаю, быстро у них истощим. Россия уже начала марш на запад. Как я и говорил, Россия суперсильная в этой игре будет. Она объела войну Германии еще даже до Интернационала, и она намного сильнее Германии по промышленности, прям очень. Германия может еще и... Не, ну да, она, наверное, уже восстановилась от Черного понедельника, но все еще она вряд ли сильная, да, так и есть. Ну, объективно говоря, сражение будет очень тяжким, потому что здесь у этих ребят тоже армии есть. В Германии есть армия, самое главное, нету армии на западе, которая дружить будет Германия. Но как только Интернационал сюда еще нападет, ух, это будет все. А мы останавливаем порядок во Франке, и в принципе эти регионы полностью у нас интегрируются уже к этому моменту, отлично. И начинаем свое нас падение Петрограда. Не самый позитивный ивент, я думаю, для России. Но посмотрим, посмотрим. Еще не все решено, как говорится. Еще у нас есть бафы, кстати говоря. События могут там что-то едать. Давайте сначала их возьмем, потом будем убить войну. Это могут какие-то еще быть бафы, я не знаю, что там. Но а вдруг... А, кстати говоря, у нас регионы станут национальными. Значит, что когда мы будем здесь сражаться, если мы перед этим возьмем вот эту фокус национальной территории, то мы на самом деле будем и там получить бафы. А у нас бафы на территориях очень жесткие. Ой, смотрите-ка, уже кто-то из испанцев проиграл. Обычно тут все очень долго, но на самом деле в этот раз как-то все прям, да, пошустрее произошло. Но все еще не очень понятно, кто победит, потому что, с одной стороны, вот этих чуть получше ситуации, казалось бы. Но у этих больше промышленностей дивизий, так что, мне кажется, наверное, все-таки леваки тут победят. Посмотрим. Так вот ивентик, но нет, он, походу, ничего не дает. Да, только на сейвер у нас висит. Ну, на всякий случай возьмем вот этот, вдруг все-таки даст. Шанс это есть. В прошлом это вот этот дал, неожиданно, культура война. Может, у нас еще как бы теплится надежда у нас. Сейчас хорошо было бы взять здесь баф на вот этот вот атак в приходных дивизиях, еще плюс мультипликативные бафы, их набирать всегда круто. Возьмем, конечно, именного. И это еще военнообязанное население. У нас будет очень много людей в армии, и очень много это будет умножаться на вот эту вот эффективность нашу. Итак, третья эллинская цивилизация, один нация, один король, один лидер, одна молодежь. Ага. Мне это что-то напоминает? Так лучше осуждаем. Но теперь мы готовимся напасть на Османской империи. И тут вроде как никто их не защищает. Да, слава богу. Поэтому да, мы готовы ударить по нашему заклятому врагу. И вот оно, четыре века возмездия. Вперед к победе. И сразу идем вернуть Константинополь, сделаем нас с территориями вот эти вот регионы. И после этого пойдем в атаку. Поэкономим наши ресурсы. Такие у нас тогда сразу появятся в этих регионах плюс здесь атаки защиты. Что вы здесь, почему бы не делать сначала их национальными, верно? И мы тут заодно укрепляем все наши порты, чтобы у нас никто внезапно не высадился в тузах. Вот узнаем мы этих яичек. Нам нужно как раз кинуть 6 дивизий. 7, кстати говоря, на самом деле, 7. После чего все остальные дивизии пойдут в эту армию. И призывают они марионеток разных. Говорят, наши торговые корабли начинают атаковать. А кто? С кем мы торгуем? А, нашел с кем мы торгуем. Больше не торгуем мы по морю. Есть идея нам в море еще повоевать. Но, объясненно говоря, у нас вряд ли прямо-таки нормальная ситуация. Я не уверен, сколько у них кораблей. Вообще на этом фоне нам бы сделать агентство, кстати говоря, чтобы получше все видеть. Но да, сейчас будет фокус. А вот и он, кстати говоря. Ну что? Как у нас тут? Как у нас тут что происходит? У нас нехватка припасов имеется. Но в целом вроде как ситуация нормальная. Больный человек в Европе может уберечь. Ага, Египет восстал. Ну все, пизда тебе, осман. Я еще и материзовал здесь вот на снабжение, чтобы у нас было побольше снабжения здесь. Ну и что я могу сказать? Вот здесь вот у нас есть некоторые проблемы. Здесь, я так понимаю, фортификация находится. Хоть и небольшого уровня, но нас они все-таки могут остановить. Следовательно, что мы сделаем? Во-первых, будем атаковать вот сюда, потому что здесь нету форсирования реки. Во-вторых, половину армии, я думаю, надо увезти, чтобы у нас было здесь побольше снабжения. А, и осман взял такой, блин, давайте я дивизию уведу на восток и взял бы отсюда цены порвки дивизии. Ну ладно, я не против. Как бы он так захотел. Тут, видимо, яишка сломалась из-за Египта полностью. Ну, нам это только на руку, как говорится. Про арабское и сирийское восстание произошли. Да, все, осман, осман начал разваливаться. Ну, мы на фоне этого, конечно же, от него отберем все, что можно. Так, пересекли мы вот здесь вот пролив. Очень важно это было сделать. Теперь наш флот может подойти к Константинополю. И оказать поддержку нашим войскам. Ну-ка, нет, еще не можно, надо забрать вот здесь вот еще чуть-чуть. Вот теперь может, отлично. В принципе, и так вроде как все у них хорошо было, но отлично никогда не будет. И вот эти войска могут отсюда теперь переправляться вот сюда. Вот и Константинополь наш. Прекрасно. Флотка здесь двигаются просто вперед потихонечку. И здесь тоже пересекаем мы пролив, тоже успешно. Там что-то, кто-то мирится. Истанбулский пакт какой-то появляется. С Афганским Эмиратом, господи. И Джабель Шамаром, кстати говоря, Афганистан уже еще, да, Афганистан еще не сделали фокусы. Там когда-то Афганистан сделает фокусы, я посмотрел. Вообще-вообще, по тому, что там сейчас имеется, Афганистан выглядит прикольным. Но там вообще ничего сейчас не имеется. Там есть какие-то уникальные духи и зачатки уникальных фокусов на старте. Сейчас их не увидеть, потому что там уже текст видео сменился, но тут у которого нету фокусов. Но, в общем-то, когда-нибудь, я думаю, мы за него поиграем. Канада вмешалась в американскую гражданскую войну. Началось. Ну и достаточно просто здесь все получается. Курки не оказывают особо большого сопротивления. У них нет, я думаю, особо и войск. Хотя, кстати говоря, войска вообще у них какие-то есть. Ну, походу, они все вот здесь вот, что ли. Ну, как бы здесь, видите, здесь какой-то минимум. А, ну, слушайте, тут войска есть, это ополчение какое-то все. Вот, наверное, и все их войска, на самом деле. Вот поэтому они такие смешные. Там есть люди, но там нету удержения эстатов. Ну, я окружаю постепенно какие-то войска. Мы проходим вперед, и потеря уже у турка, ну, очень-очень солидно. У нас 8000, у турка 91. Красиво. Испанская империя сдалась. Означает, что у нее, да, сейчас кап. Вот здесь вот будет. Отлично. То есть они отдали здесь свои территории национальные. Из-за этого общее количество снизилось. И то, что мы уже контролируем, стало нам хватать. Забираем весь их флот, забираем все их территории. Эх, прелесть, прелесть. Так, ну-ка. Флот теперь у нас стал солидным. Прямо очень солидным. До этого он был небольшим, но уверенным, сибирь солидный. И нам теперь разблокируются дальнейшие фокусы. Давайте по ним и пройдем. Возрождение Пурпурного Феникса. И вот оно, завоевание Константинополя. Он всегда принадлежал нам. Внусная турецкая угроза оккупировала нашу величественную столицу. Да. Они не смогут себя защитить от подавляющей самоотверженности наших поисков. Полных решений сразу до самой смерти. Так и есть. И готовимся, я думаю, воевать. Вот с Болгарией и Албанией, я подозреваю. Тут еще гарант от Румынии есть. Не очень уверен, как это будет работать. Потому что Румыния зайдет в войну. Задет, наверное, Россия. С Россией я воевать не хочу. Потому что вот так вот воевать я, наверное, ничего не готов. Все-таки... Ну, в защите, наверное, мы бы смогли как-то устоять. Но это было бы очень мерзко. Поэтому давайте просто Болгарию съедим, наверное. И нам этого должно хватать. А, вообще, у нас здесь сейчас будут по фокусам КБшки. Давайте отменим оправдание. Политку с Игоря, наверное, не вернут нам. Но это грустно. Ну, ладно. И у нас нету судьбы даже. Что логично, ведь мы все это себе забираем. Мы ведь Византия. Город Константина станет новой столицей греков. Я думаю, это справедливо. Слушайте, Город Константина называются горными стрелками Эллады. Ёшки-матрешка. Ну, это прям серьезная хуйня, как говорится. Я бы с такими раз на раз не выходил. Крастрелки, на самом деле, если так посмотреть. Если так посмотреть, давайте сделаем, наверное, вот так, чтобы их побыстрее поменять. Я сделал не то, что хотел. Если сравнивать по статам, ну, типа, то же самое. Да, прочности чуть поменьше. Прорыва чуть-чуть побольше. Самое главное, они могут воевать в горах. И внезапно у нас здесь очень много гор. Там еще больше. Тут очень много гор. Прямо безумно. Так что, я думаю, есть смысл нам развивать. И вот оно, основание новой Византийской империи. Возрождение Пурпурного Феникса произошло. По гороскопу, патриарху мы все сделали. Воскресли из пепла. Самое поражение к цели поправилось, но находится под нашим контролем. Византия возрождается. Возрождается вон там стабильность, поддержка войны, политка. Это все вот так. Теперь у нас есть новые фокусы. И мы, кстати говоря, можем пойти просто атаковать Рим. Но, наверное, нет. Я не хочу воевать со всей симуляцией интернационала. А вот на юг Султанат из Сирии. Да? Слушайте, звучит. Это звучит как что-то реалистичное. У нас в данный этап, да, все-таки мы должны реалистичной цели составить на каждом этапе. Так что, кстати говоря, заметьте, в какой-то момент добавили, вроде недавним патчем. Теперь у дивизии можно видеть, когда медальки можно выдавать. И, слушайте, вот тут есть медалька на 10 атаки. Ой, на 5 атаки. Там он, наверное, прорыв еще был. Давайте, в общем-то, по выдаемам. Почему бы нет? Все-таки 5 атаки важнее 10 прорыва. Так что, я думаю, именно ем и по выдаем. За военные заслуги всем, кому можно. Политку на это потратили, но не жалко. 5 атаки это немало. Ой, император Византии. Слоните голову перед господом. Отлично. У нас теперь получается квалификатор вот здесь вот и новая форма. Новая одежда у наших правителей прекрасных. Давайте защищать юг. Самое главное, территория с национальными. Это, конечно же, самое приятное. Этическая пополистская кампания. Интересно, что же это такое? Это тревожно. Это и правда тревожно. Смотрите, претензии. Но вообще, вот эти стали национальными. Может, и тут потом тоже что-то станет? Посмотрим. Итак, Гре-318Т. О, да. Гре-318А. И тут у нас еще есть на Кириннайку, Французскую республику и Мальту. Опять-таки, здесь видите, из Французской республики. Я бы не хотел начинать войну с целым альянсом. Я бы пока что пошел, наверное, вот сюда в авиацию, честно говоря. Это все тоже как будто бы полезно нам, но не сейчас, не сейчас. Надо дойти до нашей вот этой вот превосходной кондиции, в которой мы будем побеждать все. Для этого нам нужна авиация, для этого нам нужен вот этот баф. Начнем с авиации. Вторая русско-японская пошла. Ага. Тут, кстати говоря, война продолжается и все, не хочет останавливаться. Как будто у России есть успехи, но непонятно, насколько это дорогие успехи. Давайте посмотрим, если мы сможем найти эту войну. Георгинская. Так, это не то. Да, я ее нашел, но открыть не могу. Вот она русско-германская, она не открывается. А, ладно. Ну и обучаем кучу дивизий. У нас теперь куча людских ресурсов. И это мы еще мобилизовали только половину. Просто мобилизация будет проходить всю игру, я подозреваю. Но как же это приятно. И это еще не финал. Тут еще у нас будет, ну ладно, все 2%, но они будут, опять-таки. 2% еще добавятся в нашу армию. Так что, прекрасно. Потому что, я думаю, на этом мы подокончим эту серию. Мы восстановили Византийскую империю. Да, нашу прекрасную. У нас, конечно, еще очень много предстоит вернуть. Наша империя еще переживает все еще не самые лучшие дни. Все еще очень много территорий не находятся под нашим контролем. Да, выполнили их варвары всякие. Какие-то расхитители наших, наших исконных территорий. Но мы все вернем. А вы обязательно подписывайтесь, если вы еще друг не подписаны. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Вступайте в дискорд. Подписывайтесь на Twitch. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok